Здравствуйте, мои зрители и подписчики! В этом видео я представлю вам введение в многотомное издание Homo Sucker Джорджа Агамбена. Перед тем, как начать разговор о каждой книге в отдельности, каждой книге, которая входит в это многотомное издание, сделаем общий обзор этих работ. Homo Sucker Джорджа Агамбена ставит перед критическим читателем недоуменный вопрос. Представляет ли собой 9 томов серии четко выстроенную теоретическую систему, как, например, энциклопедия философских наук Гегеля? Или же эти разнородные главы были просто бессистемно собраны вместе для составления этого сборника? Как, скажем, разрозненные тексты грани философии Жака Дорида, объединенные только деконструктивным методом. Энциклопедический объем и почти библейский вес серии Homo Sucker Агамбена в 1336 страниц оригинального издания. Создает предположение, что за ним стоит четко выстроенная теоретическая система, но это предположение опровергается обескураживающим разнообразием тем, которые охватывает Агамбен. От политической теологии в Веймарской Германии до литургии Священной Римской Католической Церкви от францисканских монастырей до нацистских концлагерей. И еще большее недоумение читателей вызывает то, что нынешнее расположение томов Homo Sucker в виде последовательно пронумерованных разделов Римская 1, Римская 2.Арабская 1 и т.д. не соответствует порядку их публикации. Что возможно говорит о том, что бросающаяся в глаза всеобъемлющая структура была навязана автором с запозданием. В попытке представить эту серию как канонический шедевр западноевропейской политической теологии. О политической теологии писал еще Карл Шмидт. В принципе на него-то Агамбен довольно часто ссылается. Если вы хотите получить какое-то общее представление о политической теологии, лучше наверное начать с Карла Шмидта, чем с Агамбена. Карл Шмидт, он был менее многословен, чем Агамбен и уложил свою теорию в менее увесистый том. На первый взгляд отдельные тексты серии Homo Sucker можно разделить на две отдельные группы. Первая группа, которая состоит из первых трех глав, которые включают суверенная власть и голая жизнь, чрезвычайное положение и стасис гражданская война как политическая парадигма. Посвящена тому, что Мишель Фуко называет суверенной властью. Парадигма права и закона, которая описывает как суверенная власть конституирует биологических индивидуумов как политических субъектов посредством в терминах Агамбена и исключительного включения голой жизни, Зоя по-гречески, Аристотеля, в политически обусловленную жизнь, биос, опять же греческое слово. Тем самым описывает порог политизации в греческом полисе и западном государстве. Но в чрезвычайном положении, которое, как утверждает Агамбен, является свойственным для священного верховенства законов западного, государства. Этот порог политизации также подвергает его подданных суверенному насилию и снова сводит их к так называемой голой жизни. Хомо-сакер, или если мы дословно будем переводить, это священный человек архаической римской традиции, который был назначен жертвой, но не принесен в жертву и которого можно было безнаказанно убить по римскому праву и человеку, который это сделал, ничего бы не было. Дегуманизирующий эффект суверенного насилия на его хоменис сакре становится очевидным в нацистских концлагерях, которые, как утверждает Агамбен, составляют так называемой политико-правовой номос западной современности. Четвертая глава «Таинство языка археология клятвы» также принадлежит к этой первой группе, поскольку в ней описывается, как суверенная власть связывает своих подданных с верховенством закона посредством священной клятвы, которая является первоначальным общественным договором, угрожая им суверенным насилием, если они нарушат эту священную проклятием становится священным проклятием. Затем эта первая группа текстов достигает ошеломляющей кульминации в книге «Что останется после Освенцима», которая Агамбеном обозначена как третья римская серия Homo Sucker. И в этой книге описывается наихудший сценарий парадигмы суверена и закона «Нацистский лагерь смерти», в котором биологические человеческие существа сведены к Hominis Sacre, существующим по ту сторону жизни и смерти. Вторая группа состоит из следующих глав Homo Sucker. Это «Царство и слава» к теологической генеалогии экономики и управления и Opus Dei «Археология службы». Эти книги касаются того, что Фуко называет биополитическая и или правительственная парадигма, посредством которой суверенная власть косвенно осуществляет свою монополию на насилие в отношении голых жизней своих подданных, посредством бюрократического управления биологическими человеческими существами в внешнедемократической политико-экономической системе. Парадигма суверена и закона, по мысли Фуко, наиболее непосредственно относится к западному абсолютистскому государству 17-18 веков, в котором суверенный правитель, император или король отождествляется с мистическим телом государства и осуществляет свою монополию о насилии выше и вне верховенства закона. В то время как биополитическая парадигма применима к западным демократическим государствам 19-20 веков, в которых суверенная власть отождествляется с корпорацией народа или нации и осуществляется в основном в рамках верховенства права. Однако Агамбен выступает против Фуко, возражает ему, что эта биополитическая парадигма восходит к описанию Аристотелем греческой полисной экономии, ойкономии, как расширение управления патриархальным домом, ойкосом, как невидимую руку, которая движет божественным домостроительством. В опусдее Агамбен утверждает, что католическая литургическая иерархия описывает парадигму капиталистического управления, в которой бюрократические чиновники выполняют свои общественные обязанности как священники, совершающие таинства, не отождествляя себя со своими священническими должностями. Эта вторая группа достигает своего апокея в книге «Высочайшая бедность». Сейчас я вам ее покажу. «Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни». В которой францисканский монастырь описывается как антиутопическое сообщество, в котором монахи не претендуют на право собственности, на свои мирские блага, за исключением того, что их, так сказать, использование и их, так называемые, формы жизни строго совпадают с монашескими правилами, регулирующими божественное домостроительство. Приведенная только что классификация текстов Агамбена несколько отличается от классификаций, предложенной самим Агамбеном. Помещая разрозненные тексты в эти две группы, так как это сделали мы в этом видео, мы говорим, что серия Homo Sucker построена на сосуществовании двух политико-теологических парадигм. Парадигмы суверена и закона и биополитической парадигмы, которые взятые вместе составляют то, что Агамбен называет двойными полюсами политической машины западного государства. Но Агамбен не проводит четкого различия между этими двумя парадигмами, вместо этого рассматривая их как сосуществующие в биполярных отношениях, в которых они постоянно смешиваются друг с другом и в которых суверенная власть и негражданская анархия, суверенное насилие и верховенство закона и суверенного правителя и человека священного становится практически невозможно отличить друг от друга. И именно биполярные отношения представляют наибольшую проблему для читателя серии Homo Sucker. Возьмем такой пример этой методологии. В Homo Sucker Агамбен начинает с определения, что вот этот Homo Sucker это конкретный индивидуум, избранный в качестве жертвы для жертвоприношения и поэтому он таким образом сделан священным. Но он не был принесен в жертву и следовательно также был проклят и может быть убит кем угодно без риска судебного преследования за убийство. Далее Агамбен утверждает, что государственное насилие открывает зону неразличения между законом и природой, внешним и внутренним насилием и законом, которая также является зоной неразличения между жертвоприношением и убийством, в которой жизнь изгнанника граничит с жизнью Homo Sucker, которого можно убить, но нельзя принести в жертву. Затем Агамбен утверждает, что если в наше время можно сказать, что все граждане выглядят фактически как Homo Sucker, то это потому, что отношение запрета, то есть священного проклятия, с самого начала составляло существенную структуру суверенной власти. Другими словами, Агамбен утверждает, в западном государстве мы все фактически Homo Sucker, и следовательно, мы все обречены на суверенное насилие. Но разве это не имеет значения, совершается ли на самом деле священное насилие? И приносят ли в жертву Homo Sucker, или нет? Знак вопроса. Агамбен изо всех сил пытается ответить на основные вопросы серии Homo Sucker. Что такое суверенная власть? А что такое священное насилие? Кто или что является Homo Sucker? И что делает Homo Sucker священным? И если суверенное насилие каким-то образом делает Homo Sucker священным посредством жертвенной сакрализации, а Сократио, то как может не жертвенное убийство священного индивидуума представлять собой освящение, а кон Сократио, а не сделать не священным, экс Сократио, Homo Sucker. Несмотря на свое содержательное обсуждение так называемого парадокса суверенитета, Агамбен не вполне отвечает на эти сбивающие с толку вопросы. Но как только Агамбен соединил эти бинарные противоположности друг в друге, не создал ли он, так сказать, зону неразличения, в которой суверенная власть и священное насилие, священное верховенство закона и профанная анархия, жертвенная жертва и священный человек просто различны. Что это название одного и того же? И каждая проклятая вещь растворяется во всем остальном? Не стала ли теоретическая система Агамбена напоминать гигелевское описание Шиллинговской концепции абсолютного знания, как ночи, в которую все коровы черные, в котором окончательно стирается даже самое ясное развлечение между священным быком и несвященной коровой, как между Homo Sucker и Homo Mortus. А если, как сказал Сенека, жизнь человека священна для человека, то неужели мы все гомени сакри, неизбежно также все прокляты? С другой стороны, теоретические концепции Агамбена иногда кажутся настолько загадочными, что критический читатель просто не может их понять. Например, в последней книге серии «Использование тел» Агамбен осуждает аристотеревское описание деспотических отношений между господином и рабом в греческом домашнем хозяйстве, ойкосе, посредством которых суверенный господин выполномочен использовать тело своего раба. Раб как одушевленный инструмент для предательства самомазохистским фантазиям или просто для того, чтобы заставить раба работать. Это одна из экзегес аристотеревской политики. Когда в высочайшей бедности Агамбен пытается описать модный авангардный образ жизни блаженных творческих личностей, населяющих то, что он в другом месте называет грядущим сообществом, как перманентная ситуационная фантазия, в которой их голые жизни будут совпадать без остатка с их формами жизни. Трудно различить, что он имеет в виду в этих нечетко сформулированных понятиях. А когда Агамбен описывает потенциал обездоленных ситуационных артистов-перформансов для осуществления политической власти просто за счет их бездействия, то есть их поразительной способности не работать? Знак вопроса. Теоретические концепции Агамбена определяются их чистой негативностью, что делает их пустыми концепциями, которые могут быть интерпретированы волей-неволей или просто отброшены критическим рецензентом. Но разве не то же самое и со всеми деконструктивистскими понятиями, теоретическая функция которых определяется их способностью вытеснять прежние метафизические понятия, после чего они отбрасываются деконструктивистом. И если критическая работа серии Homo Sucker заключалась в том, чтобы деконструировать так называемую политическую машину западного государства, растворив две парадигмы друг в друге, то возможно серия Homo Sucker выполнила свою работу, окончательно деконструировав себя и тем самым выводя из строя собственную теоретическую систему. Во вступительном примечании к употреблению тел, Агамбен упрекает тех некритичных читателей, что они должны знать, что им не следует ожидать заключения к серии Homo Sucker. И это возможно означает, что серия это саморазрушающийся текст, который в конце концов восстает против самого себя и разрушает себя в классическом жесте деконструктивистского щёхольства. Таким образом, добавляет Агамбен, эта серия, кавычки открываются, как всякое произведение поэзии и мысли не может быть завершено, а может быть лишь оставлено и возможно продолжено другими. Конец цитаты. Таким образом, намекая критически настроенному читателю, что он или она всё ещё могут взяться за то, в чём и где, великий мастер остановился, чтобы продолжить великую работу по деконструкции западноевропейской политической теологии, которая была так блестяще начата, но не окончательно завершена Джорджу Агамбеном в серии «Хомо Сакер». Хотя, с другой стороны, если Агамбен взялся за вот эту работу и сам же её элиминировал, то есть довёл до абсурда, плодя бесконечные десятки страниц текстов и уже девять книг, из которых, по-моему, не все переведены на русский. Три книги я вам показывал. Ещё, ещё, получается, «Хомо Сакер 1», который мы говорили, про «Свенцем» – это третья часть, первая часть второй части, первая книга второй части, то есть «Сримской 2» – это чрезвычайное положение. Шесть книг получается, так? И, по-моему, всё. И больше, а остальные ещё не переведены. Использование тел я точно не видел. Потом «Про», которое вот имеет ответвление от «Опус Дея» я тоже не видел в русском издании. Девятое, не помню, как называется. То есть, получается, что у нас неполный комплект на русском языке этих книг. И какие-то из них, если я не устану его читать, а он пишет довольно-таки замудрённый, как вы поняли, из цитат, которые я приводил, то, возможно, я возьму с итальянского где-то найду, может быть, куплю книгу, переведу. Или с английского посмотрим. Но это будет явно не раньше конца 24-го года. Посмотрим, как пойдут дела, потому что ещё есть другие книги, которые нужно прочитать. Это введение, так скажем, в нашей нумерации «Homo Sucker 0», введение в Джорджу Агамбена, в эту серию, оно будет на ютубе. А отзывы на книги, полные отзывы, будут доступны только подписчикам Бусти. Поскольку я не считаю разумным выкладывать отзывы на такие тяжёлые книги, полные отзывы в открытый доступ. И мы будем с вами работать над этой серией именно таким образом. То есть вы посмотрели это обзорное видео, вы поняли, нужно вам другие обзоры по «Homo Sucker» Агамбена в полном объёме смотреть или не нужно. Если нужно, вы переходите на Бусти, подписывайтесь и смотрите эти видео от начала и до конца. На ютубе будут короткие отзывы, но они будут скорее напоминанием вам, что полный отзыв находится на Бусти. Я думаю, что на этом мы с вами вводную часть к «Homo Sucker» мы завершим. Подписывайтесь на ютубе, на Бусти, напишите комментарий, если я по вашему мнению что-то неправильно сказал или, возможно, я где-то запутался. Напишите, поправьте меня, всё в ваших руках. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!